В этом видео на Моголь ТВ вас ждут мистические головоломки, которые проверят вашу логику и сообразительность. В комментариях под видео обязательно напишите, сколько загадок вам удалось решить верно. Номер один. Начнем с простой загадки, чтобы размять мозги. Найдите вторую половину скорлупы. Варианты ответа вы видите внизу. Итак, это правильный вариант ответа. Ставьте лайк, если ответили верно и переходим к головоломкам посложней. Номер два. В квартире Эмили произошло ограбление. Воры забрали деньги и ценные вещи. Эмили сразу вызвала полицию. Когда полицейские прибыли на место, то пес Эмили громко лаял и укусил одного из полицейских. Детективы осмотрели место происшествия и допросили Эмили. Она рассказала, что ее весь день не было дома. В квартире находился только ее пес. Когда она вернулась с работы, то обнаружила, что ее ограбили. Полицейские также допросили соседей Эмили. Но несмотря на то, что почти все они находились дома в момент ограбления, никто не слышал ничего подозрительного. В итоге полицейские арестовали саму Эмили и сказали, что она подстроила ограбление. Почему они так решили? Когда полицейские прибыли на место преступления, то пес Эмили громко на них лаял. Собака весь день находилась в квартире. Если бы вор не был ей знаком, то она бы громко на него лаяла и это услышали бы соседи. Но так как соседи ничего не слышали, значит ограбление совершил тот, кого собака уже знала. Номер 3. И еще одна детективная загадка. В магазине, где продают смартфоны, стали происходить кражи. Охранники долго не могли понять, кто из посетителей грабитель. В итоге они пригласили опытного сыщика. Он отсмотрел записи с камер видеонаблюдения за несколько месяцев и в итоге точно определил, кто грабитель. Кто же это был? Вы наверняка заметили мужчину с гипсом. Вот только он носил его на протяжении полугода. Если бы у него действительно была сломана рука, то гипс бы уже давно сняли. А значит грабитель использовал гипс для прикрытия и проносил там телефоны. Номер 4. В далеком королевстве один рыцарь очень хотел взять в жены принцессу. Для этого ему нужно было победить на турнире. К сожалению, он понимал, что многие его соперники намного сильнее. Тогда рыцарь решил обратиться к старому колдуну, чтобы тот сварил ему зелье, придающее сил. Колдун согласился. Однако была одна проблема. Колдун был старым и часто забывал, куда ставил ингредиенты для зелья. Но все они точно где-то в подвале. Рыцарю нужно найти здесь баночку с номером 6. Именно там содержится нужный ингредиент. Помогите рыцарю, найдите в подвале нужную баночку. Это была загадка с подвохом. На самом деле в подвале у колдуна всего 8 баночек с разными ингредиентами. Просто одна из них была перевернута. То есть рыцарю нужно было взять баночку под номером 9 и перевернуть ее вверх ногами. Это и есть нужный ему ингредиент. Номер 5. Отважный археолог исследовал загадочные лабиринты древнего Египта. Внезапно он попал в западню. Чтобы открыть дверь и выбраться на свободу, ему нужно решить загадку на пространственное мышление. Слева вы видите разложенный куб. Справа тот же самый куб, но уже в сложенном виде. Но вот только один из этих шести вариантов неправильный и не соответствует картинке слева. Помогите археологу, какой из вариантов неправильный. Правильный ответ. Вариант под номером 5 не соответствует схеме куба. Именно его и должен выбрать археолог. Номер 6. Во время перемены в классе математики было совершено дерзкое ограбление. Кто-то украл яблоко со стола учителя. Под подозрением оказались три ученика, которых и допросила учительница. Первый сказал, что не делал этого. Второй сказал, что тоже не делал этого. А третий сказал, что яблоко украл ученик под номером 2. Учительница знала, что только один из подозреваемых говорит правду. Так кто же сказал правду и кто украл яблоко? Подумайте и раскройте это ограбление. Оно намного сложнее, чем кажется. Чтобы расследовать это преступление, нужно подключить логику. Итак, мы знаем, что из всех высказываний учеников только одно было истинным, а остальные ложные. Соответственно, если третий ученик украл яблоко, то получается, что первый и второй говорят правду. А это противоречит условие. А если второй украл яблоко, то значит первый и третий говорят правду. Снова не сходится с условием. Получается, что первый ученик и украл яблоко. При этом сценарии только утверждение второго ученика верное, а остальные ложные. Номер 7. Посмотрите внимательно на эти картинки и ответьте, кто из них вампир. Субтитры сделал DimaTorzok Номер 8. Злая ведьма держит у себя в заточении принцессу. Отважный принц решил устроить для нее побег. Единственное, что ему нужно было знать, это время, когда ведьма уходит в лес за травами. Однажды ведьма заметила записку, которую принцесса оставила у себя в комнате, не успев передать ее принцу. Это было зашифрованное послание. Что здесь написано на самом деле? Разгадайте этот шифр. Итак, правильный ответ. Номер 9. А теперь проверим вашу внимательность. Найдите правильную тень. Напоминаю, что вы можете поставить видео на паузу. Номер 10. Исследователь нашел в древней пещере 9 золотых слитков и старинные весы. Также рядом лежал древний манускрипт, в котором говорилось, что только один из этих девяти слитков из настоящего золота. Его можно определить по тому признаку, что он весит больше остальных. А все фальшивые весят одинаково. Исследователь может воспользоваться весами только два раза, так как они очень старые и после двух взвешиваний попросту развалятся. Как же исследователю за два взвешивания определить, какой из слитков тяжелее, а значит из настоящего золота? Чтобы за два взвешивания определить, какой из девяти слитков тяжелее, нам нужно разделить все слитки на три группы по три. Взять первые две группы и положить их на весы. Если весы остались в равновесии, то переходим к третьей группе. Если какая-то из групп перевесила, то соответственно продолжаем с этой тройкой. Из оставшихся трех слитков мы берем любые два и кладем их на весы. В случае, если ничего не перевесило, то оставшийся слиток и есть из чистого золота. Номер одиннадцать. А теперь загадка на выживание. На улице стоит 30-градусный мороз, а вы провалились под лед. К счастью, вам удалось выбраться, но вся одежда мокрая, а рядом не души. Что вам делать? Первый вариант. Снять одежду, выжать ее, потом снова одеть и идти на поиски теплого места. Второй вариант. Ни в коем случае не снимать одежду, идти искать помощи в мокрой. Так все равно теплее, чем совсем без одежды. Какой из этих вариантов вы выберете? Конечно, в данном случае не нужно оставаться в мокрой одежде. Она будет еще больше охлаждать ваш организм. Так что если нет возможности быстро найти теплое место или развести огонь, то одежду лучше снять, выжать и только после этого одеть и отправиться за спасением. Номер двенадцать. А сейчас вас ждет несколько коротких загадок с подвохом. Только самые сообразительные смогут на них ответить. У Мишиной мамы три сына. Первого зовут Сережа, второго Андрей. А как же имя третьего сына? Время пошло. Разумеется, имя третьего сына Миша. Так как в самом начале я сказал, что у Мишиной мамы три сына. Следующая короткая загадка. Это дается человеку трижды. Первые два раза бесплатно, а за третий нужно платить. О чем это я? Итак, правильный ответ – зубы. Первый раз вырастают молочные, затем они вываливаются. На их месте появляются коренные. Но когда выпадают и они, то за вставные зубы уже приходится платить. И последняя короткая загадка. В водоеме 10 рыбок. Две утонули, четыре уплыли, три погибли. Сколько осталось рыбок в водоеме? Если решать эту загадку прямолинейно, то можно легко запутаться. Разумеется, правильный ответ – 10. Так как, что бы ни случилось с рыбами, они не покидали водоем. Не забудьте написать в комментариях, на сколько загадок вы ответили верно. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео и, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом.